Девушки отдыхают Пока идет сериал «Вся правда о Еве», на экране несколько раз появляются чипсы. Их живут персонажи, их реклама начинается ролик. Даже справа от видеоплеера висит баннер производителя жареной картошки. Весь контент в портале сопровождают известные бренды. На этом и построен бизнес компании «Твигл Медиа». За право увидеть качественные шутки, клипы и фильмы зритель расплачивается просмотром нескольких секунд рекламы. Мысль создать проект с видео, выложенном в интернете, у будущего создателя «Твигла» Егора Яковлева появилась в 2007 году. К этому времени всемирная паутина стала доступна многим, и практически любой удачный фильм или клип в сети собирал огромную аудиторию. В США получили известность сайты Vimeo, Atom Films и Juist. Пользователи Рунета привычки платить за что-то в сети просто не имели, зато привыкли к видеопотоку с рекламой. На ней Егор Яковлев и решил построить свой бизнес. Мы изначально решили, что мы будем ориентироваться исключительно на рекламную модель. И главное отличие будет заключаться в том, что этот контент будет качественный, этот контент будет профессиональный, это будет контент, который люди хотят и готовы смотреть, ну и оплата за этот просмотр будет, собственно, просмотр рекламы. Все средства, накопленные во время работы в сфере медиа и информационных технологий, Яковлев и его партнер вложили в первую версию сайта и предложили проект венчурным инвесторам. Как оказалось, идея видеорекламы в интернете витала в воздухе, а привлечь инвестиции не так-то просто. С похожим проектом в венчурный фонд «Альянс Росна» обратились еще две команды разработчиков. Но инвесторы отдали предпочтение Твиглу, даже несмотря на то, что его основатели поставили условия, чтобы контрольный пакет акций оставался у них. В итоге «Альянс Росна» досталось 40% компании. Когда я встретил Егора, я сразу понял, что этот человек мыслит на два, на три, на пять лет вперед. Мы, как венчурные инвесторы, просто обязаны хорошо разбираться в людях. Это, если хотите, чутье, понимание того, каким должен быть успешный человек. Чутье венчурных инвесторов не подвело. Проекты двух других команд не смогли развернуться, хотя одну из них финансировал венчурный фонд «Мэн Грув» – первый инвестор Скайпа. Видеопорталы только учились зарабатывать в интернете, не имели четкой бизнес-модели, и многие компании гибли, так и не успев подняться на ноги. Бизнес-модель – описание того, как работает бизнес. В ней указываются продукты и услуги, производимые компанией, кругах потребителей, а также способ, которым компания собирается зарабатывать деньги. Важным уроком для Твигла стал опыт американского портала «Джуст». Для пользователей он оказался неудобным и громоздким. Просматривать контент можно было лишь после регистрации и скачивания клиентской программы. И все же удачной идеей «Джуст» был принцип, по которому рекламодатель платил порталу за показ рекламы в момент скачивания фильмов. Мы для себя совершенно точно решили, что у нас должна быть открытая платформа. Это означает, что видео на нашем сайте человек может посмотреть, имея просто браузер, ну и в данном случае простейший плагин, который стоит практически у всех – это Adobe Flash. И, собственно, время показало, что мы правы, потому что, например, тот же «Джуст», который работал по закрытой платформе, это была одна из причин, почему их бизнес, собственно, не удался. Основная аудитория «Твигла» – белые воротнички – офисные служащие в возрасте от 25 до 45 лет, которые, согласно социологическим исследованиям, телевизору предпочитают интернет и пользуются им в основном на работе. Просмотр роликов в сети обычно длится не более 4 минут. В интернете зрители смотрят более короткие, чем на телевидении программы. Все это сотрудники «Твигл» учли, создавая контент собственного производства. Лидером интернет-проката стал ситком «Маленький человек большого офиса» и сериал «В контакте с одноклассниками». Аудитория интернета большей частью мужская, поэтому и шутки в короткометражках достаточно жесткие. На «Твигле» нет новостей, на «Твигле» нет экономической лабуды. Но на «Твигле» есть продуманный, развлекательный, познавательный, исторический контент. Иногда людям надо смотреть просто кино, просто шутки. «Твигл» зарабатывает на рекламе, интегрированной в контент. У крупных рекламодателей высокие требования к тому, где размещаются их ролики. Они хотят знать, в какой программе упоминается их бренд. На это и делает ставку «Твигл Медиа». Это не просто склад видео. На сайте размещен только лицензионный контент хорошего качества, отобранный профессионалами. Это видеодневники звезд и флеш-мультфильмы, клипы и кулинарные рецепты. Яркая особенность «Твигла» в том, что сайт предоставляет площадку для талантливых авторов. Свои творческие работы могут разместить музыканты, режиссеры, сценаристы и актеры. Федулыч, Аршавин сумеет закрепиться в английской премьер-лиге? Аршавин сумеет, конечно, сумеет. Он же маленький, быстрый и, главное, знаешь, питерский. Да, они в Москве у нас серьезно закрепились. У меня даже ***. Вот тебе крест. Будешь? Не будешь, да? Ну ладно. Пример успеха на этом поприще – открытие «Твиглом» пародиста Александра Лобанова, который начал свою карьеру с проекта «Лобанов шоу». Ну, еще студентом театрального института я сам писал такие коротенькие сюжеты, смешные. Сам гримировался, костюмы там себе подбирал. Потом сам монтировал в итоге. Одна актриса, Казанкова Марина, мне узнала, что я снимаю эти ролики, и посоветовала обратиться на портал «Твигл». В итоге «Твигл» дал мне много, потому что это для меня явилось такой стартовой площадкой. В итоге меня и пригласил первый канал, вот Саша Цекала, в большую разницу. Наша редакция внимательно отслеживает интересных, талантливых, креативных авторов. Мы с ними связываемся и работаем точечно. Также у нас есть отдельная программа по работе с начинающими музыкантами. Мы также им предлагаем открыть свой собственный канал у нас. И показываются видеоклипы, либо это съемки с концертов, живые выступления. Секрет своего успеха Яковлев видит в верно выбранной бизнес-модели и стратегии. Он первым в России создал интернет-телевидение. Первым стал покупать права на традиционный телевизионный контент, фильмы и сериалы. Первым запустил собственное производство короткометражек. Мы строим медийную компанию, которая обладает рядом особенностей, которые обладает любая практически медийная компания. Она в первую очередь ориентирована на локальный рынок. Она обязательно должна иметь уникальный контент, эксклюзивный, который нас отличает от всех остальных порталов и игроков на этом рынке. Понятно, что, кроме всего прочего, этот контент позволяет использовать такие механизмы рекламы, как, например, интегрированная реклама. Как это часто бывает в венчурном бизнесе, первые месяцы существования Twigl Media оказались самыми тяжелыми. Рекламные поступления были близки к нулю. Особо сложным положением стало в начале 2009 года, когда в кризис многие компании срезали рекламные бюджеты. Но сотрудники Twigl продолжали упорно работать, снимая сериалы в собственном офисе. Ставлю 10 депутатов в госдубы! Да кому они здесь нужны! Хорошо! Пока Twigl пытался выжить, на рынке медиа произошли качественные изменения. Зрители стали уходить в глобальную сеть. И игнорировать эту аудиторию рекламодатели уже просто не могли. И вскоре после кризиса рынок онлайн-рекламы, в отличие от других сфер, вырос в разы. Рекламодатели начали серьезно считать, сколько же денег они тратят на рекламу. Реклама на Twigl гораздо более эффективнее. Можно с точностью до одного человека узнать, сколько людей смотрело Twigl, когда смотрели, целевая аудитория. Чтобы еще больше расширить аудиторию, Егор Яковлев строит партнерскую сеть. Ролики Twigl, естественно, вместе с рекламой, могут использоваться на сторонних сайтах. Их посетители тоже хотят смотреть интересное видео, но собственного производства у них нет. Сейчас это 120 сайтов, показав на них даже больше, чем на материнском ресурсе. Во второй половине 2009 года Twigl вышел на самоокупаемость. Именно в то время, когда обанкротился его американский прообраз «Джуст». Бизнес-модель Егора Яковлева оказалась намного более жизнеспособной. Сейчас интернет-видеопорталы переманивают рекламодателей у традиционного ТВ. В апреле аудитория роликов Twigl Media составила 7,5 миллионов человек на уровне среднего дециметрового телеканала. Теперь у Twigl Media новые горизонты и новые задачи. Первая из них – обогнать ближайшего интернет-конкурента портал Routube. В общем, по природе своей, изначально исторически, Routube является таким классическим трэш-каналом. Ну, там, трамвай переехал, там, кошечку и прочее, прочее. Соответствующим образом сформирована аудитория такого канала. Это, в основном, достаточно молодая аудитория, которая вот всякие вот такие приколы ищет. Наша аудитория, во-первых, она гораздо более спокойная, гораздо более в среднем старше. Потенциальный размер этой аудитории, ну, конечно же, в разы больше потенциальной или текущей аудитории, там, Routube. Это достаточно ясная библиотека с полочками, которые называют каналы, с системой рейтингов, которые абсолютно понятны. И она не настолько же бесконечна, насколько там, Ютьюб. Что такое газета? Это сервис фильтрации новостей под определенным брендом. Вот Твигл предлагает сервис фильтрации видео под определенным брендом или под группой брендов. По уставу, венчурный фонд «Альянс Росна» через семь лет должен распродать весь свой портфель, в том числе акции Твигла, которыми уже сейчас интересуются крупные медиахолдинги. За первое в России онлайн-ТВ сегодня предлагают намного больше, чем венчурный фонд в него вложил. Однако инвесторы считают, что потенциал компании гораздо выше. Еще ни одна медийная компания в стране не увеличивала свою доходность за год в два раза, так как это делает сегодня Твигл. Мы будем находиться в проекте Твигл еще три года. Судя по тем предложениям, которые к нам периодически поступают, на которые мы пока особо не реагируем, почему? Потому что рано пока продавать по компаниям. Покупателям потенциальным таких компаний, как Твигл, могут быть крупные медийные холдинги, крупные IT-компании. Медийные холдинги ищут новые рынки сбыта, новые рынки развития, новые индустрии. Не спешит расставаться со своей долей и Яковлев, пока он считает, что сфера достаточно инновационная и без него проект активно развиваться не сможет. Но как только Твиглом смогут управлять обычные менеджеры, основатель планирует покинуть проект, чтобы заняться чем-то интересным, чего в России еще не было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова